1 мая 1983 года. Пастор Евгений Пушков выпущен из тюрьмы и вновь радуется общению с семьей. «Вы должны сотрудничать с нами, поставили новое требование сотрудники КГБ. Я люблю свою семью, но не пойду на сделку с вами», — ответил им Пушков. Когда Пушкову было 12 лет, умерла его мать, она была христианкой. Во исполнение желания матери он научился играть на скрипке. В университете он изучал атеистическую философию, однако, обнаружив лишь противоречия и пустоту в душе, он в покорности склонился перед Христом. На могиле своей матери он исполнял гимны, которые она так любила. Он сожалел о том, что она не дожелал до того момента, когда он безбоязненно заявил о своей любви ко Христу. Теперь же, проведя лишь 25 дней со своими женой и детьми, он вновь был арестован. Его посвящение Христу, а также особый дар о общении с молодежью, ищущей ответы на жизненные вопросы, сделало его угрозой во глазах правительства. Пушков подал апелляцию на вынесенный ему приговор, 4 года заключения. В ответ на это власти удвоили срок его приговора. Теперь он вынужден будет долгих 8 лет провести вдали от родных, вдали от свободы и от музыки, которую он так любит. 8 лет тяжелого труда, лишь от Пушкова его главного сокровища, потому что по истечении этого срока его пальцы более не смогут играть на скрипке. 8 лет разлуки с детьми, которым так нужен их папа. 8 лет назад, лет назад, лет назад они нуждают их папа.